Жизнь ворота! Жизнь ворота! Антология Уркагана. Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Убийству Япончика не нашлось оправдания. В Мосгорсуде коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт Джамбулату Джанаши и Муртазу Шадани. Обоим инкриминировалось соучастие в убийстве Вячеслава Иванькова, Япончика, одного из самых авторитетных на постсоветском пространстве воров в законе. По версии следствия, подсудимые следили за законником накануне его убийства и помогли в транспортировке снайперской винтовки Дегтярева, из которой Иваньков был застрелен в июле 2009 года. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Джамбулата Джанашию и Муртаза Шаданию виновными в совершении инкриминируемого преступления, сообщили в Мосгорсуде. Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года около 20 часов на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, как поясняли в Следственном комитете России СКР, в то время у правоохранителя еще не было спецтехники, анализирующей телефонные переговоры, а также возможностей для проведения сравнительного анализа следов ДНК. Тем не менее следствию все же удалось установить и мотив резонансного преступления, и его участников. По данным СКР, заказчиком убийства являлся вор в законе Илья Симония, Маха, который долго конфликтовал с Япончиком. Как говорится в деле, Маха сколотил группу выходцев из Абхазии, участники которой нанялись устранить Япончика за солидное вознаграждение. Следствие считает, что к преступлению были причастны Каха Газаев, Муртаз Шадания, Джамбулат Джанашия, Нукзар Папава и Астамур Будба. Последний, кстати, и выступил в роли киллера. Он выстрелил Вячеславу Иванькову в живот. После длительного лечения законник скончался, 9 октября 2009 года, в частной клинике, при Московском онкологическом центре на Каширском шоссе. Нукзар Папава и Астамур Будба уехали на родину. Власти Абхазии отказались выдать их России, поскольку это запрещает Конституция Республики. Маха объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманом Райсудом. Газаев, Шадания и Джанашия были задержаны в начале 2020 года в Москве и обвинены в убийстве по найму, совершенном группой лиц пункта Ж.З. части 2, статьи 105 УК РФ, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов, части 3, статьи 222 УК РФ. По версии следствия, К.Х. Газаев предоставил сообщникам винтовку Дегтярева, из которой был убит Вячеслав Иваньков, сам помогал ее перевести, а в момент убийства наблюдал за окрестностями места происшествия. Что касается Шадания и Джанашии, то они, судя по материалам дела, помогали Газаеву в транспортировке оружия, а впоследствии организовали слежку за япончиком. Газаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, активно давал показания и был в особом порядке приговорен с учетом неотбытых сроков за другие преступления к 2014 годам колонии. Джанашия и Шадания Вины не признали. Теперь, после вынесения вердикта, прокуратура и защита обсудят юридические последствия решения присяжных. Гособвинение запросит наказание, защита изложит свою позицию. После чего суд назначит дату оглашения приговора. В начале ноября месяца 2021 года, ключевой фигурант дела об убийстве япончика, отказался от показаний. Ключевой фигурант дела об убийстве вора, в законе Вячеслава Иванькова, япончика, Каха Газаев, отказался от данных показаний в ходе слушаний в Мосгорсуде. Ранее они легли в основу обвинений против других фигурантов дела, в том числе находящихся сейчас на скамье подсудимых Муртази Шадани и Джамбулы Джанаши. В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде был допрошен Каха Газаев. Он ранее заключил досудебное соглашение и дал признательные показания по этому же делу, признав себя виновным в причастности к убийству Иванькова. Однако сегодня он отказался от своих слов. Он вместо этого повторил те показания, которые давал еще раньше, когда в 2020 году его допросили, как свидетеля по делу. Тогда он в частности заявил, что Шадани к гибели Иванькова абсолютно непричастен и привел ряд доводов, которые это обосновывают, сказал ТАСС, один из участников процесса. Япончик был убит в 2009 году. По версии следствия, его заказал за несколько десятков миллионов рублей другой криминальный авторитет Илья Симония, Маха. Дело в отношении Кахи Газаева ранее было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, так как он был единственным фигурантом, который признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. В апреле месяце 2021 года Савеловский суд Москвы приговорил к 14-му годам колонии строгого режима Каху Газаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, Япончика, сообщает СК РФ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами Ж, З, части 2, статьи 105 УК РФ, части 3, статьи 222 УК РФ, убийство, незаконный оборот оружия. Приговором суда Газаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, говорится в релизе. Дело в отношении Газаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особом порядке принятия судебного решения, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание. По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе, организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нукзара Папаву и Астамура Будбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль Газель, а также мобильные телефоны, полагает следствие. Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана, тайский слон на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии, 28 июля 2009 года Газаев, Джанашия, Шадания, Папава и Будба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК. Вечером того же дня Будба, находясь в кузове Газели, выстрелил из винтовки в Иваньково, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице. В Генпрокуратуре уточнили, что Газаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Будба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Дело в отношении Шадании и Джанашии Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей, их отбор был отложен на тогда, на 17 мая 2021 года. Тогда же в марте месяце 2021 года, Следственный комитет России твредил, что за устранение Япончика обещали вернуть статус вора в законе. Следственный комитет СК России завершил расследование по выделенным в отдельное производство уголовным делам в отношении Муртази Шадании, Джамбула Джанашия и Кахи Газаева. Они обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным следствия, в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газаев, а также Нузгар Папава и Астамур Будва были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Вячеслава Иванькова, также известного как вор в законе Япончик. Мотивом этого преступления являлась обещанная неустановленными лицами, возвращение Симонии статуса вора в законе, то есть лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии и оказание общего покровительства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, убийство Иванькова было тщательно спланировано. Изучался его образ жизни, места проживания и частого посещения. За потерпевшим велось скрытое наблюдение, в ходе которого соучастники выяснили, что он регулярно посещает ресторан «Тайский слон». С учетом этого было выбрано место нападения, маршруты отхода после совершения преступления, подобран транспорт и средства конспирации. В качестве орудия преступления использовалась снайперская винтовка СВД. Бандиты за две недели до покушения организовали скрытую позицию для стрелка, прямо напротив выхода их ресторана, на другой стороне проезжей части Хорошевского шоссе. Под тенистые липы у 66-го дома они загнали грузовую газель с высоким тентом, вверху которого стрелок охотничьим ножом вырезали квадратное отверстие. Снайпер лежал в кузове, на деревянных подонах для перевозки хлеба. Он должен был стрелять над проезжающими по шоссе машинами. Со своей лежанки засады убийца сделал три выстрела из винтовки Драгунова СВД. С 50 метров пуля калибра 7,62 попала Вячеславу Иванькову в живот. Еще одна угодила в мраморную ступеньку ресторана, ее потом эксперты вырезали вместе со ступенькой. Третья отрикошетила от ступеней и раскрошила каленое стекло двери ресторана. Тогда следователи предположили, что снайпер целился Япончику в пах, чтобы не убить его, а унизить. Но Япончик спускался по ступенькам слишком быстро, и пуля угодила в живот. Следствием установлены роли каждого из соучастников. Джанаша и Газаев, как полагает следствие, неоднократно выезжали совместно с другими обвиняемыми к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в городе Москве, где осуществляли скрытое наблюдение за Иваньковым. Шадания также вел скрытое наблюдение, обеспечивал связь, принимал участие в транспортировке оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву. В момент непосредственного совершения убийства трое соучастников, находились на месте происшествия и наблюдали за прилегающей к нему территорией. Исполнителем убийства, по данным следствия, является Астамур Будба, уточнила Петренко. В ходе обыска получены документы, подтверждающие мотив совершения преступления, которые до настоящего времени хранились по указанию Симонии. Уголовные дела в отношении Шадании, Джанаша и Газаева с утвержденным обвинительным заключением, направлены в суд для рассмотрения по существу. Симония, Попава и Будба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск. Досье Prime Crime. Вячеслав Иваньков, япончик, был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России и СНГ. Родился 2 января 1940 года в Москве. Кличку получил за восточный разрез глаз. В 14 лет, уже будучи к тому времени кандидатом в мастера спорта по боксу, вступил в банду разбойника по кличке Монгол. Когда монгола посадили, создал свою группировку. Гастролируя по всему СССР, банда япончика нападала на подпольных кооператоров, ювелиров, работников торговли, имеющих левые доходы. В 34 года япончик первый раз ненадолго сел за драку в ресторане «Русь». В Бутырской тюрьме его короновали, присвоив звание вора в законе. Слава и авторитет япончика вскоре стали настолько велики, что с 1980 года им занималась уже не милиция, а КГБ. За Иванькова ходатайствали Иосиф Кобзон и Святослав Федоров, а япончик любил представлять себя жертвой советского режима. В этой роли, в 1992 году, он выехал в США, но и там через три года сел за вымогательство. Отсидев, в 2004 году вернулся в Россию, где тут же началась настоящая война за передел сфер влияния. Возможно, жертвой этой войны и стал авторитет.